Евангелие от Бухи, 20 глава, 45 стиха, 21-4, 47 стих. И учил их Господь каждый день. Я вот когда считаю это и представляю эту обстановку. Проходит две тысячи лет. И сегодня во всех храмах на литургии в субботу считается это место. Написано, подражайте Господу. Учил в храме каждый день. Ну как может перетолковать, когда все слова по-русски. Посмотрел по церковно-славянски, ну тоже там учахом, другие слова только. И далее говорит так. В один из всех дней, когда он учил народ в храме, повторяется одно и то же. Евангелист, который писал, то он не сам писал. Он движимый был Духом Святым. И Дух Святой непрерывно напоминает, запиши о том, что учил в храме. Это уж Господи, я записал только 48 стих, а это 47. Пиши, пиши. Придет время в 20-м детстве, хитрые попы будут, будут заботиться и как дым искадил опускать. А молитвою, верою поднять к небесам не будут об этом думать. Пиши. Сто раз учил, и они может быть хоть один раз завозьмутся за это слово. И здесь говорит так. Приступили к нему книжники и старейшины. И стали спрашивать, какой власти ты это делаешь. Я когда первый раз прочитал, какую власть они от него требуют. Он сам сказал, дана мне власть на небе, на земле, всякая власть. Ну даже вы его не признаете за Бога, как мы. А вообще, о чем они спрашивали? Что он делал? Вот подошли бы и спрашивали, какая тебе власть дана. И мне говорят, что ты какой университет заканчивал? Ничего я не кончал. Господу подошли и спросили, какой власть ты делаешь? А какая власть? Плотник. Ну плотник это власть. На топором, на стамеской, на банком, над гвоздями. Ну над клеем может быть. Оказывается, до этого он заходил в храм и выгнал торгашей. Начал с Покровского, Никольский, по всем районам вышел. Вышел у всех торгашей на улицу. И они собрались вместе. Какое право он умеет наводить порядок в нашем храме? Это храм наш. Они забыли, что дом мой с большой бухвой. Господь говорит. И начинает его вопрошать. И кто тебе дал право разжаниматься в храме? Тут все нормально стоит. Киосочек в углу, никому не мешаем. Мы свечечками торгуем. Книжки у нас стоят, иконочки мироточивые. Ну там посмотришь, как уютно-то у них. И ты мне найди сейчас из 20 тысяч священников Московской Патриархии, который прямо бы восстал против торговли. Я не встречал, но мне рассказывали в Москве, был один такой священник, который учил об этом. Но он не мог ничего сделать, священник и не мог. Наконец, непрерывно учил, и люди подходят и говорят, батюшка, а в чем дело? Если этого нельзя делать. Так а почему у нас мы его терпим? Так от вас ведь это зависится. Мое дело алтарь. А тогда священники были притесняемы сильно. Там в 61-го года отняли власть, старосты стали главные. Вы согласны? И старосту под это, конечно, согласны. Ну идите что-нибудь делать, я ничего не знаю. Зашел в алтарь. Они разломали этот ящик, вытащили во двор и сразу стали сжигать. Священник вышел, ооо, жидовский приют сжигают. Он сразу дал понять, откуда и что. Это копыта золотого тельца приспособили, им алтарь построили. Притом не один алтарь, а несколько алтарей. Канонические правила запрещают торговать в ограде. В ограде церковной, не говоря про храм. И вот когда он их оттуда выпорол, это единственные люди, удостоившиеся такой чести, быть битыми. Господь больше никого не бил, только торгашей. И отсюда делаю, что более виновных людей вообще нету на земле. Зачем он бил-то хороших-то? Ясно, что они виновные были. И вот теперь они говорят, а кто тебе дал знать распоряжаться в храме? Он бы сказал, да как? Я моленщик, нет. Он не мог так ответить. В храме распоряжается только священник и Бог. Больше никто не может распоряжаться. Но у нас немножко другие тут правила, тут вывешены. Но у них в правилах было сказано. Никто не имеет права наводить порядок, кроме того, но священники наводили. У них там 1800 стражников на один храм. С мечами все стоят, с пиками, со щитами. Там лишние шаги никто не сделает. Не сделает. А Господь, знаете, его им не ответил. Он говорит, и я вас спрошу. И дальше стал спрашивать. Так вот, я решил посмотреть, а какая вообще власть есть на земле? Ян Ватаус, первая власть была дана в раю. Власть? А какая там, администрация была или что? Власть мужа над женою. Жена этого боится мужа. И вот будешь рождать скорби. Как она говорит, когда я была в роддоме, у меня только одного попался, вот у меня сейчас мужик, я бы на куски его разорвала. Я говорю, так а зачем же после этого ребенок? Ничего не знаю, говорит. Все забыто. Власть какая. И будешь иметь величие к нему, и он будет господствовать над тобой. Да ладно бы правильно господствовал. Поэтому не стремитесь замуж-то. Сохраните эту свободу во Христе. Евангелист Лука 4, глава 6 стих говорит, что власть дана не только у Бога есть власть, но и у темной силы власть. И сказал дьявол, я тебе дам такую власть над всеми сими городами. Вот кто депутатам дает власть. Вот кто избирает на администрацию. Вот кому доверяет президент, и да и сам он от кого получил эту власть. Это не от народа. Говорит, глаз народа, глаз Божий. Так народ-то безбожный. Какой же там глаз Божий? Глаз Божий в пророках был. А что в народе был, такого мы не считаем. У сами ребенка глаголит истина. Сегодня он такую истину скажет, уши заглянут у ребенка. Истина глаголит в священном писании. А дьявол обещает, дам тебе власть. Хочешь быть богат, отдай душу в ад и будь депутат. Вот откуда она, эта власть-то идет. Они почему бьются-то за это. Лука 10, 19. Господь говорит, я вам даю власть наступать на змеев, на силу вражей, и ничто не повредит вам. Не бойтесь противостать злу. Видите, что не так. Не бойтесь. Женщину увидел я однажды в редакции «Алтайская правда» и сказал, в брюках не надо ходить. Это мерзость. И губы накрасили. Она не успела еще сказать. Я говорю, а накрасили, вот почему златоуз говорит. Что красоты не хватает своей, на полкиник пытаешься купить, а ее ничего не прибудет. А Ефрем Сирин прямо говорит, женщина красит губы, чтобы привлечь чужого самца. Она вспыхнула и мне не может просить уже 15 лет. А ведь эта власть-то дана нам сказать им. Но если я ей сказал, а теперь смотрю в житиях святых, Ксения Петербургская одела мужскую форму, потому что муж был полковник, погиб, и она решила в его форме теперь щеголять, брюки нацепила, застегнулась, ремешок затянула. Святая Ксения, не святая. Слово «мерзость» остается в той же силе. Гангский собор запретил надевать мужскую одежду под страхом проклятия. Хотя бы ты, женщина, переодевалась ради благочестия. А вот там-то я сумел здесь. А здесь сумею ли сказать? Канонизирует, а коту канонизировал. Они знали, что она носит мужскую одежду? Знали. А почему? Слепые вожди. Слепые. Одно это должно было отсловить от канонизации. Так ты ее не признаешь. Признаю, я православный. Повторяйте. Я православный. Я признаю и молюсь ей. Но я должен криком кричать несправедливо. Дурной пример дан. Он дает нам наступать на силу вража. Это враг проник. Евангелист Иоанн 1.12 говорит об удивительной власти, которую каждый из нас получил. Вы хорошо ее запомните. А то, может быть, и забыли, что у вас и полета дипломы выданы на это. А тем, которые приняли его, Христа, как Спасителя, который умер за ваши грехи, который пролил причистую кровь на Голгофском кресте, он дал власть. И какой власть? Быть чадами Божьими. Я сын его. Я говорю, Отец Небесный, Матерь Божия. Она и нам как бы мать. Власть дал. Это великая власть. Мы имеем право провозглашать догматы церкви. Возвещать людям о скором пришествии Мессии. Истинного, с большой буквы. У нас у каждого, написано верующая, не написано женщина, мужчина, которая уверует во имя его. Не сам по себе. Вот эту власть надо сохранить и все время помнить. Разговаривайте с достоинством. А вы знаете, с кем вы разговариваете? Я видел, как заключенные ведут себя. А с кем? Я представитель полномочной царя небесного. Ни один никогда не возражал. Я вижу, он испуганный стоит. И как так? Да так. Я верующий Бог дал мне власть запретить вам. А по царствению он перекрестил двух бандитов. И говорит, во имя Христа прекратите эту резню. И все утихло. И ножи выпали. Во имя Христа. Смело говорите, вам дано это оружие крестное знамение. Другого нам не дано. В Откровении 2 глава 26 стих. Поясняет, кому эта власть дана. Кто побеждает и соблюдает дела мои, говорит Господь, до конца. Тому дам я власть над движущеньками. Тот, кто слушает Слово Божие, верующий и исполняющий, вот этот получит власть. Не просто я христианин, люди-то это видят. Что ты учишь меня? Когда ты сам-то какой? Чтобы никогда никто не смог сказать, говоришь, на себя посмотри. Никак. Мне приходилось, я опять обращаюсь к своей биографии, когда отец меня гнал до того, что убить, но кто стал поносить, он говорит, нет, если уж верить, то верьте, как мой сын. Пошел бескомпромиссно, все, бросил, дипломы мои не нужны, он как враг. Но в нем это вызывало уважение. И это я замечал не где-то, вот в органах, сейчас КПСБ, а тогда КГБ. И когда приезжал здесь Дворкин, и на меня начали здесь в епархии говорить, представитель КГБ встал и сказал, а мы его уважаем, власть, почему? А он, говорит, идет бескомпромиссно, и нигде на два фронта не играет. Вот и все. А мне сразу же позвонили и сказали, смотри, говорит, мое встал, говорит, как сказал о вас, фамилию, и все сказали. Воскровение 11.6. То есть, Господь дает некоторым людям такую власть, затворять небо и власть над водами. Я думаю, это и в духовном плане. Господь дает нам власть над людьми. Воды – это люди. Вода – это Слово Божие. Дает нам власть проповедовать, исповедовать. И Христиас 5.18 говорит, интересно, если которому человеку Бог дал власть и имущество, а он как пользуется им, правильно-неправильно, и какой вывод из этого умеет он сделать или нет, так получит ли еще награду, но дает Бог власть. Посмотришь, зачем ему власть такая дана. Вот она была власть, знаете, был у нас премьер тогда или генеральный секретарь, кукурузу там все разное ворочал, храмы уничтожал, умер где что есть. Власти надо умно воспользоваться. Нам дана сейчас вот здесь такая власть. Власть проповедовать, ходить по городу, да никто не запрещает. Власть дана издавая, что ты хочешь сегодня, вообще цензуры никакой нет. Помыслить нельзя было. Люди плохо говорят, согласен, плохо. Ограбили, ограбили. Значит, свободу-то дали, ты не забывай этого. За это благодари Бога. Бог дал нам власть. Второе послание Коринфянам 10.8. Власть, которую дал нам Господь к созиданию, а не к расстройству. Когда разговариваешь с священником, не только запрещает проповедовать, только воюет против того, кто проповедует. Это власть дана, ему не дана такая власть. Власть Богом дана для созидания. Власть дана священнику венчать, а развенчать такой власти нет. Власть дана ему освящать престолы, открывать храмы. А когда заставляли безбожные уполномоченные, закрывать. А епископ один отвечает, а у меня нет такого канона, правила и молитв таких на закрытие храма. Их просто нету. И этим отговорился. Надо знать свои права и уметь как ответить. В Откровении 13.2 говорит, что те люди, которые не знают Бога, безбожники, а таких сегодня абсолютное большинство, даже те, которые думают, что верующие, им дал власть силу дракон. Силовые структуры, что они могут притеснять, гонения. Вот это дракон дал им власть. Я посмотрел, какую власть Бог дал первосвященникам священникам. Иоанн Затауз говорит так. У правителей есть власть умертвить. А оживить ему власть не дана. А у Христа власть оживить. Но самое-то главное, что человек освободить грехов никто не может. Бог дал эту власть только священникам. И священники говорят, мы бизнесменов, больших там людей, крутых русских, мы знаем совсем другими. Потому что, понимает, прийти на исповедь и лгать, а зачем она тогда исповедь? Он тоже душу хочет освободить. Мы знаем людей совсем с другой стороны. Ему дана эта власть. А вообще-то зачем они попы нам нужны? Что я без них за Бога не доберусь? Я стану отче нашим. Вот сектанты и так рассуждают. Я тоже близок к такому рассуждению, смотря какие попы, что они делают, как они вредят, как они лгут, ненавидят, людей натравливают против. Я не могу по-другому мыслить. Потому что Бог дал им такую власть. И без этих священных рук священника нет отпущения смертным грехов. Заметьте, сектанты эту греху не заметили, перешли. А зачем они попы? Дальше конца края дроблением нет. Мы свободно в любой день выродимся в секту. Почему мы понимаем по Библии вообще? Нас удерживает от этого только то, что мы признаем власть священника. Мы подходим, батюшка благословим. Он из алтаря благословил или вышел, мы голову наклонили. И не только к разъединению, а еще и к единению руководства стремится. Даже насильственно разделенная церковь православная стремится каким-то образом собраться вместе. Разговоры ведутся с старобрядцами. Почему? Власть. Где этой власти нет нарушено, конца дробления нет. И лютеранский, ну он пастор называет, там священник, давая интервью, говорит так, да, лютер открыл эти ворота, дал свободу. И на нас теперь лежит вот это все дробление, которое идет. От нас дробления нет, от нас никто не вышел. Если вышел, он ушел в мир. Почему? Мы стойко держимся. Мы прошли буквально по лезвию. Мы в один день бы лишились всего. Мы проигрывали варианты, когда на нас епископ опустит свою карающую десницу. Что делать? Да ничего, несправедливо, да только дело. Пусть батюшка служит и дальше, раз он несправедливо. Дальше его отлучат. Сначала запрещают. А дальше он попрострига. Ну и только делов. Плевать, как говорил, протокопа вакуум на них. Ничего подобного. Дальше смотри. Дальше конца никакого уже нет. Мы уже все. Мы уже от церкви отошли. Мы заранее решили, что если случится такое, а оно было очень рядом у нас, заведение на русском языке, служение библейского, где епископ был грозен на нас, я сказал, я буду стоять здесь отлученный и буду плакать. Я дал только завещание. Если я умру, миллионными тиражами издавайте то, что я сказал, что на русском языке. За материал, не за грех, а отлучение. И Бог услышал наши стоны, епископ к нам повернулся. И мы устояли в церкви. И сейчас, если будет там какое-то объединение или что-то причащаться, я хоть сегодня готов. Хоть сегодня же я могу завтра пойти причаститься. Внутри меня я признаю за церковь. Но на большее, я думаю, может и не пойти еще в мае месяце. Это Бог продлить может милость. А если пойдут, там Бог укажет нам, кому какая власть дана. Нам-то тоже дана большая власть. Власть убеждения. И мы можем подсказать и священникам и паспорам. Скажем, какая у тебя власть-то? Ты чтец. Всего лишь чтец. Я подумал, а что такое чтец? А вы знаете, это очень большое звание. Это как раз доступ до Слова Божия. Вот есть такое звание. Академик. В моем воображении академик, он выше профессора. Есть еще доктор наук. Это выше? Ну не могу никак понять. У меня внутри вот такое понятие. Была академия наука. А профессора это местная академия в Москве. Тут я с одним академиком решил прогуляться, разговариваю рядом и расспрашиваю. Что выше? Он говорит, так-то вопрос не ставится. Я говорю, что труднее вам всего далось? Почему везде написано профессор выступает? Вы же академик одновременно. Академик это почетное звание. А на кандидата я ночью не спал. Я учил, там уностранный язык. А на профессора, вы знаете, сколько мне пришлось. Так что самое главное? В общем-то профессор говорит. А это всего лишь звание. Я на днях узнал, рядом с нами хромой, который там в соседней комнате почти экзамены принимает. Он кандидат наук. И вдруг он дает мне визитку, и там написано академик. Кандидат наук? Это звание не генеральское еще. Я тогда звонил в университет и спрашивал, а как это кандидат наук? И они посмотрели. Действительно так, говорит, он академик. Это его избрали за какие-то заслуги. А профессорского он еще не защитил. Я подумал, а где еще есть так? Оказывается, у католиков. Они ввели новое звание кардинал, и конклав кардиналов избирает папу. Но оказывается, кардинал представляется даже к самому низкому званию у них. Кардинал это как почетное звание в виде академика. Так вот, я слово «штец», вот разбираю путем исследования, и нашел это. Вот «штец» такой был в писании Ездра. Есть такое мнение, и ученые склоняются к этому, что вот Ветхий Завет собрал Ездра. Это именно он. В синагоге учить вот это, это он Ездра. Он все это делал, доводил. И в конце концов, его избирает первосвященником, но одновременно остается «штецом». Вторая книга Ездра, 8 глава, 8 стих. «Священник и чтец». Одновременно. Далее. Стих 19. «Чтец» изволил закона Всевышнего. А в 2-й Ездре, 9.40, «Дельгерца, первосвященник и чтец». Первосвященник – это патриарх, и одновременно, говорится, кардинал, одновременно исчез. Так что, когда мы говорим «штец», это еще тайна для людей. Они могут ведь думать, что я и патриарх. Потому что, если скажет епископ, тут все ясно, что епископ. И только звание «штец» за собой тайну какую-то хранит. А я думаю, очень даже большую. Во-первых, за ним не так охотятся. И «штецы» – это тот самый, будет какой-то избранный, может быть, класс особый, из которого будут пополняться священники в первую же ночь пойманы, уничтожены. «Чтец» – это мелочь там, декретарь, на них никто не обратит внимания. Как в армии первым делом генералитет подчищают, убирают. Итак, не смотрите, что он «штец» всего лишь, но ему дана великая власть в будущем. И «плох тот чтец, кто не мечтает стать священником и епископом». Как говорят «плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом». И вот нахожу, как Господь учил. Еще немножко о том. Евангелие от Марка 14,49. «И каждый день, Господь говорит, бывал я с вами в храме и учил». Я, как чтец, вам говорю, будьте внимательны. Господь каждый день бывал в храме. Деяние апостола 5,21. Они вошли утром в храм и учили. С утра учили в храме, нашел. 5,42. И каждый день в храме и по домам не переставали учить. Не переставали, означает, и до этого у них было. Итак, я, как чтец, прошу вас, поревнуйте этому чтецу Ездре, чтобы слово Божие у каждого было в руках. Он поревновал, чтобы учили пришедших из Вавилона, чтобы снова не быть плененными. Если нас отправится в Вавилонский плен в патриархию, все сделайтесь чтецами. Во Христе нет мужеского пола и женского. В храме домолчим. А как выйдете, начинайте свидетельствовать, тем более наши чтецы ходят по городу, у них уже большой опыт. Поступайте к ним, ученики. Аминь.